Добрый день уважаемые горожане! Мы продолжаем передачи рассказы о профессиональных командах города Череповца. Сегодня мы расскажем о 1989 году, когда была образована и получила право играть в классе А команда Химик-Череповец. Команда мастеров Химик-Череповец, получив путевку класса, готовится к сезону. Подробно о обстоятельствах столь радостного для череповецких болельщиков события рассказал тренер команды Геннадий Александрович Тараверов. В частности, он пояснил, что Химик, включен в состав первой зоны второй лиги, создается на базе двух череповецких предприятий объединения МАФОС и Азотно-Токового завода. Сейчас команда усиленно готовится к новому сезону. В марте Химик должен выехать на игровой сбор. В первой зоне, как он упомянул, было 22 команды, в том числе и команда Динамо-Вологда. Впервые в первой зоне в нынешнем году играли Крылья Советов Куйбышев, Сокол Саратов, Искрас Маленск, АК Коломна. Состав команды Химика выглядел следующим образом. Семочкин, Голубинский, Яршов, Мазурак, Сорокин, Моисеев, Михайлов, Барбулин, Котов, Макеев, Владимир, Макеев Григорий, его брат, Наумов, Малышев. Малышев приехал из Вологды, Артюгин из города Сокола. К работе приступили начальник команды Борисов, администратор команды Кагарлицкий. Химик уже в городе Вологде участвовал в турнире на зимний мяч России. У молодежи сборная команда Химик одержала победу 1-0, а в финальном матче уступила команде Вологодского «Динамо» со счетом 1-3 и в итоге заняла на турнире второе место. А 16 марта состоялась встреча с болельщиками. В частности, на ней говорилось перед поездкой в Лазаревское город Сочи. Геннадий Александрович Староверов рассказал о составе команды, о планах, а также футболисты и химика решили помочь воинам-интерналистам выделить деньги на проведенного матча и передать их в фонд клуба «Афганец». Инвалидам выдать бесплатные абонементы на игры с химиком, привозить их на игры своим автобусом. Также заключили договор с детским домом для оказания шефской помощи. Накануне подарили футболки с эмблемой клуба и благодарительность – дело хорошее. Старт для нашей команды «Химик» получился неудачным. В первую встречу в чемпионате в городе Колонна «Химик» уступил команде АК-01. Во второй игре в Рязани «Химики» проиграли команде «Торпеда-01». Хотя в целом в обоих матчах играли на равных. Но не повезло. Первую победу одержала команда в пятом туре чемпионата СССР. Команда «Химик» нанесла поражение команде города Красногорска «Зорький». До конца матча оставалось 7 минут, и Владимир Макеев выводит на ударную позицию Георгия Граци, которую забивает победный мяч. В дальнейшем команда «Химик» начинает набирать обороты. Естественно, получать очки в матчах. Игра начинает улучшаться у команды. И как результат, первый круг команда закончила. В принципе, для «Любютанта» можно сказать, неплохо. Второй круг «Химик» начал играя во Владимире с командой «Торпеда». И опять, значит, неудачно команда потерпела поражение. В дальнейшем «Металлурги» одержали две победы подряд. Это обыграли команду «Красная Пресня» 2-1, команду «ФШМ» 1-0. Ну, в общем, если взять в целом, это голова таблица из 22 команд, участвующих в зоне, значит, в первой зоне второй лиги, команда «Химик» заняла 16-е место из 22 команд. Лучшим бомбардиром команды стал Владимир Макеев. Он забил 8 мячей. Ну, в основном, как бы, опять же, основу команды составляли местные воспитанники череповецкого футбола. Вот, Сергей Олегович, вы это, как бы, были свидетелем дебюта «Химика». Расскажите, как там все было? Да, после закрытия команды «Строитель» прошло, слава богу, немного времени. Ребята никуда не разбежались, в основном наши череповецкие. Геннадий Александрович, тренер-оптимист, тренер жил футболом, спал с футболом, все делал для футбола, стремился, чтобы футбол в череповце был не просто понаслышке, а на самом деле нашим, череповецким. Вот, потому и в команде практически, практически команда состояла из местных, плюс некоторых вологодских ребят. Большого результата, естественно, в тот момент и болельщики не ждали. Знали прекрасно, вот, Коля называл, какие там команды выступали. Это, которые в последующих годах и в премьер-лиге играли, ну, в то время высшей лиги и все такое, и в первых лигах. Ребятам было, конечно, непросто, но, но, играли они здорово. Болельщик на эту команду ходил. Ну, тем более, вот они, Сергей, тебя перебил, выиграли даже у лидера команды Крылья Советов Куйбышев 2-1, и тем более выиграли-то на выезде, по-моему. Да, там, правда, сделай, что кто забыл, что Куйбышев это теперешняя команда Крылья Советов Самара. Самара, да. Которая играет до сих пор. Премьер-лиги. Да, да. Вот еще какие нам назвал ты? Ну, вот, какие, Саратов тоже выступал. Саратов, да, да. Он тоже выступал. Саратов выступал в премьер-лиге. Сатур-Раменская. Сатур-Раменская. Тоже неплохо. Да, Искра-Смоленская. Арсенал тульский. Арсенал тульский. То есть эти команды были... Так что с этими командами, по-моему счету, было не забалуешь. Но это еще все хорошо, что у нас перерыв после потери профессионального статуса был совсем небольшой. Не как вот с 70-го по 79-й год. Да, перерыв был небольшой. Перерыв был огромный. Футбол, конечно, практически заново создавался. Здесь, конечно, кадры у наших ребят, да и не надо забывать, скажи. Мы воспитанников-то своих, которые прибавляли, не потеряли. Не потеряли. Они остались как бы... Да. Влились в команду. Да. И огромное спасибо на тот момент химическим предприятиям, которые взяли под опеку футбол. И ведь очень долго, вот до наших времен почти, они занимались этими вопросами. Очень жаль, что вот сейчас, пока они в стороне. Да. Ну вот и наши юноши играли неплохо. Часть выступала за Вологодскую область. Ездили они в Махачкалу в 89-м году, где участвовали в соревнованиях 73-го, 74-го года рождения. Министерства народного образования, проводимого в городе Махачкале. Там участвовало 8 команд. И команд там приличные. Там и Дагестанская СССР участвовала, Астраханская, Якутская, Башкирская, Тамбовская, Мордовская, Иркутская область. В итоге наши юные футболисты в то время, они заняли второе место. Даже с хозяевами, с которыми было очень тяжело играть, сыграли в ничью. И набрали 10 школ, всего лишь одной школы уступили. То есть, как бы, была у нас неплохая смена. Цвета области защищали, например, Сорокин, Агиенко, Дмитрий Петров, Кирбенников. Сейчас он работает в детско-спортивной школе тренером. Ермаков, Жучкин, Богданов. Ну, об этом, как бы, информировал в то время тренер Кирьяков. Давал информацию, он вместе с Вологодским тренером возглавлял сборную Вологодской области. То есть, в принципе, уровень-то и только, не только наших футболистов, но и футболистов Вологды, которые участвовали в сборной. Тут вопрос еще в том, что детско-спортивная школа была. Школа. Не просто, чтобы, а бы как, еще, а школа. И школа-то уже в это время полноценно функционировала. Придавала плоды своей работы. Да, серьезно занимались уже ребятами. Уделялось внимание футбольной-то школе. Продолжение следует...